я вас всех приветствую на моем канале всем привет привет хочу вас познакомить это мой каверлок кто еще не знает что такое каверлок каверлок это два в одном машина которая объединяет оверлок и распашивалку и конечно же выполняет в отдельности распашивальные швы и оверлочные швы работаю на ней уже более трех лет хочу вам сказать машина отличная могу рекомендовать вам кто еще сомневается покупать или не покупать каверлок покупайте не пожалеете и сейчас хочу вам показать как можно быстро перестроить режим распашивальной машины в режим оверлочной машины так как у меня каверлок был настроен на распашивальную машину у меня было три катушки нитей сейчас мне нужно одну катушку добавить вот сюда и эту катушку переставить вот сюда теперь мои нитки стоят правильно в катушечных стойках в каверлоке имеется два иглодержателя первый иглодержатель вот он он держит иглы для распашивальной машины а вон там за ним виднеется винты это иглодержатель для верлока и так как я буду использовать оверлок мне нужно заправить иглодержатель иглами под оверлок эти иглы я извлеку и заправлю ставлю вот сюда вот в этот иглодержатель выкручивать буду сразу две иглы винтик выкрутили и сразу закрутили аккуратно чтобы винтики никуда не выскочили они маленькие вы затем нужно их просто будет не найти хорошо их прижали и вставляю иглы в иглодержатель для оверлока выкручиваю наш пинт придерживаем и хорошо прям до упора у нас игла должна быть прям аж до упора и закручивая винтик все у нас еще раз проверю отлично стоит у нас держится еще хочу рассказать об иглах смотрите у нас иглы имеют две стороны вот плоская и выпуклая и нам нужно вставить иголку выпуклой стороной к нам так я беру вот теперь вставляю правую иглу тоже выкручиваю винтик и хорошо прям до упора иголку вставляю все не закручиваю винт все иглы у нас уже вставлены следующий этап это заправка игл что мне нужно мне нужно взять нитку первой катушки и протянуть через стойку нити направителя вот таким вот образом заправила протянула дальше идет вот этот вот нити направитель и он состоит как бы из двух частей первая часть частьakh первая часть как бы вот такой крючок где должна протягиваться нить и вот такая кнопочка через под этой кнопкой тоже должна протягиваться нить сейчас покажу как это я беру нить вот таким вот способом смотрите беру нить и завожу под этот крючок до упора чтобы слышно было щелчок вот и подтягиваю нить под вот этой кнопкой потянула придерживаю рукой и протягиваю между шайбами регулятора натяжения дальше буду заправлять все как нарисовано у меня на моем каверлоке протягиваю нить под нити направитель и вывожу в нити направители который имеет прорези аж в 3 вот самая крайняя прорезь вытянула и сейчас у меня нитка будет проходить через вот этот вот верхний рычаг опускаю нить и заправляю в нити направитель который имеет тоже прорезь вот сюда вот оставляю так ниточку у меня заправлена левая игла заправляю правые придерживаю обязательно протягивая нитка правой иглы будет располагаться вот этом вот нити направители в прорези которая посредине заправила протягиваем нитку через вот эту вот прорезь все две нитки у меня заправлены теперь мне нужно их протянуть через иголку ну а иголку и заправлю с помощью вот такого нити надевателя очень легко быстро и не нужно прицеливаться чтобы протянуть в крохотные отверстия наших иглу все нитки в иголки у нас заправлены так как у меня был режим распашивальной машины мне нужно сейчас вот этот вот столик а заменить вот на вот это вот вот эту вот линеечку как это делается легко легко я просто вот этот вот рычажок немножко вверх потянула и столик с таким же способом мне нужно надеть вот эту вот линеечку вот здесь вот смотрите одеваются вот этот вот рычажок и здесь заходит в пазы ножки все я перестрою не перестроила верхней я поменяла столики выключаю машину из сети и будем сейчас заправлять верхней нижней петли открываем крышку вот таким вот движением смотрите вот это вот двигается открываем открыли и на первый взгляд когда посмотришь вот сюда подумаешь я никогда не разберусь а что здесь ничего страшного все можно разобраться вот здесь вот находятся петлители вот это вот верхний петлитель вот это вот нижний петлитель и вот это вот петлитель для цепного стежка эти петлители для верлака а этот для распашивальной машинки для плоского шва они обозначены вот видите такими точечками там середине разные цвета коричневый плоский шов зеленый красный это оверлочный шов так как я выполняла цепные швы я отключала верхний петлитель и мне нужно теперь опять его включить как же я его буду включать мне нужно вот этот вот рычаг с буковкой c поменять на буковку л я беру маховым колесом поворачиваю вот эту вот конструкцию вверх так чтобы вот этот вот рычаг я смогла повернуть и поставить на буковку л все у меня включен верхний петлитель а также отключена уже распашивальная машина регулятор натяжения верхнего петлителя у нас зеленого цвета и будем его заправлять точно так же до щелчка здесь нам нужно придержать так чтобы наша ниточка прошла между шайбами опускаемся вниз и заправляем верхний петлитель опускаем нашу нитку протягиваю и зацепаем вот за первый крючочек так вот это тоже нити направитель а дальше идем по схеме смотрите как у нас нитка идет интересно вот разметка зеленого цвета здесь у нас петлитель и нити направитель дальше у нас вот идет нити направитель петлитель дальше вот есть у нас вот такой крючочек есть теперь смотрите но просто его этот верхний петлитель заправляем ниткой таким образом все верхний петлитель у нас оправлен дальше заправляем нижний петлитель заправляем нижний петлитель он у нас обозначен красного цвета смотрите хорошо придерживаем и протягиваем через шайбы регулятора натяжения зацепляем нашу ниточку за крючок и дальше по разметкам красные здесь красные и сейчас мне нужно вот этот вот петлитель вернее не в этот вот этот вот петлитель заправить нитку как я буду это делать смотрите сейчас у нас нижний петлитель автоматически практически заправится я беру так вот не нитку пинцетом помогаю ее протянуть вот этот вот рычажок внизу у меня есть тоже рычажок и я поднимаю его вверх у меня уже полу заправлен нижний петлитель теперь мне нужно мою нитку протянуть вот это вот отверстие сейчас я подрежу в отверстие не нижнего петлителя все у меня мой оверлок заправлен что мне тут еще нужно сделать мне нужно переключить рычаг потому что у меня он стоял на цепном стежке и поднять нож для верлока вот вся и заправка сейчас будем тестировать на ткани меня есть вот еще вот такая табличка и мне нужно выставить все параметры которые необходимы при 4 ниточном оверлоке поднимаю лапку беру кусочек ткани будем тестировать а вот и результат смотрите вот 4 ниточный оверлок вот такая вот получается строчка такая вот изнутри такая вот снаружи ничего сложного очень быстро перестраивать мне нравится поэтому мифы которые ходят что очень сложно перестроить хочу вас уверить ничего сложного в этом нет могу вам рекомендовать моя машина мой каверлок мне очень нравится и работать с ним просто в удовольствие поэтому никого не слушайте покупайте все таки ведь удобно когда например очень мало места и нужно поставить и оверлок и распашивальную машину и швейную машину очень много занимает место правда ведь а вот вот это вот каверлок он занимает очень мало места потому что здесь две машины оверлок и распашивалка рекомендую покупайте не бойтесь пишите с удовольствие но сегодня всем пока пока до новых видео и до скорой встречи кому понравилось мое видео ставьте пальчики вверх кому же не понравилось пальчики вниз всем пока 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 и ок вот и а